Всем привет! Это видео про воронку продаж репетиторства, про ту схему, тот путь, который проходит ученик, чтобы попасть к нам на занятия. Значит, для начала люди что-то про вас узнают, что-то смотрят, видят какое-то ваше объявление, предложение, сообщение о том, что можно с вами позаниматься. Кто-то из них дальше входит с вами в контакт, либо звонит, либо пишет, вы начинаете обсуждать, после чего договариваетесь на первое пробное занятие или просто первое занятие. После того, как проходит первое занятие, человек берет несколько занятий, два, три, может быть, пару недель с вами договаривается позаниматься, может быть, четверть. Кто-то из них берет регулярные занятия и, собственно, вот это то, чего мы хотим. Дальше точечками обозначены такие не только те, кто просто занимаются с вами регулярно, но и самые такие крутые и лояльные клиенты, которые пишут вам здоровские отзывы, получают крутые результаты, рекомендуют вас всем знакомым, приводят дополнительных учеников и так далее. Самые-самые крутые. Так вот, что важно понимать относительно вот этой воронки продаж, относительно пути клиента. Ну, я сейчас описал такой путь от просмотров, контактам, к первым занятиям, потом к нескольким занятиям, ну и к регулярным занятиям, ради которых мы, собственно, и работаем. Но важно понимать, что большинство клиентов, которые к вам приходят, они пойдут не по этому пути. Они отсеются на этом этапе, на следующем этапе. То есть большинство тех, кто просмотрит ваше объявление, с вами не свяжутся даже. Большинство тех, кто, ну, может быть, не большинство, здесь там на разных этапах разный процент отсея уйдет, но кто-то, кто с вами контактирует, он опять-таки не договорится с вами на первое занятие. Кто-то, кто пройдет первое занятие, не станет с вами заниматься дальше. И это нормально. И это всегда и везде, на всех рынках, и репетиторский рынок в этом плане не исключение. Если вы думаете, что я вот много зарабатываю на репетиторстве, я Алексей Азоль, и что у меня это работает как-то по-другому, то это на самом деле не так. У меня это работает точно так же. То есть у меня точно так же, как и у вас потом, будет большинство клиентов отсеиваться. У меня большинство клиентов не доходят до занятия со мной. И это нормально. Это не мешает зарабатывать деньги. В целом, это просто жизнь так устроена, что большинство не будут с вами заниматься. Что здесь важного, да, из этого надо извлечь? Что в принципе нас не интересуют на самом деле клиенты, которые отсеиваются. Нас интересуют клиенты, которые движутся по нашей воронке. И вот те, которые доходят вот сюда, на этап регулярных занятий. И для того, чтобы их туда довести, есть всего лишь два параметра, которые нам нужно смотреть, наблюдать. Первый параметр — это количество людей, которые входят в нашу воронку. Как раз вот для этого нам нужны разные способы, разные каналы продвижения, чтобы как можно больше людей просто узнавали информацию о том, что с нами можно позаниматься. И второй параметр, который нас интересует — это конверсия. То есть процент, который переходит по этой воронке вниз, от одного этапа в другой. То есть конверсия из просмотров контакта, конверсия из контакта в первые занятия и так далее. Из тех, кто позанимался с нами в занятия регулярные. Ну и отчасти из регулярных занятий в самые крутые и лояльные ученики. То есть нам нужно обращать внимание на самом деле не на тех, кто отсеивается, не на тех, кто отказывается с нами заниматься, говорить, что у вас там дорого или мне не понравилось, а на тех, кому понравилось, на тех, кто доходит, чтобы вот тех, кто доходит, было как можно больше. И, соответственно, контролировать именно вот эти параметры. Сколько к нам входит и сколько отсеивается. По сути дела, если человек отсеялся, то нам нужно просто понять, почему он отсеялся, убрать этот параметр, убрать этот бах в нашей системе, который не работает. И, собственно, все. Окей. Дальше она работает. Допустим, ну вот если там такую среднюю статистику брать, наверное, если посмотреть процент людей, которые доходят до регулярных занятий, то, ну, наверное, это будет где-то там 1%, например, от тех, кто увидел ваше объявление. Такая история, что, соответственно, если этот 1% будет от 100 человек, то вы получите одного ученика. Если этот 1% будет от, там, тысяч человек, то вы получите уже 10 учеников. Это вот про вход в воронку. Дальше, если у вас будет та же самая тысяча человек, но этот 1% превратится, например, в 1,5%, что тоже, да, согласитесь, 1,5% это очень мало, да, по-прежнему большинство отсеивается. Но если 1% превращается в 1,5%, то у вас уже вместо 10 учеников становится 15 учеников. Вот это наши параметры, которыми мы занимаемся. Это сколько людей вошло на вход, сколько у нас охватов, и сколько людей переходит на следующий этап. Для того, чтобы поднять просмотр, конверсию, вот этот переход от просмотров к контактам, смотрите внимательно, я буду про каждый канал рассказывать, как там, соответственно, делать в этом канале, продвигаться, чтобы вот эта конверсия как можно больше поднялась. Для того, чтобы от контактов люди записывались на первое занятие, ну, надо с ними нормально общаться, надо к ним возвращаться, надо им напоминать про себя и, соответственно, держать это на контроле. Да, для того, чтобы от первого занятия переходили в регулярные занятия, это вопрос качества занятий, соответственно, который мы тоже с вами обсудим. Соответственно, важно, да, итогов подытожим. Первое. Большинство людей отсеивается, и это нормально. Не нужно обращать внимание на тех, кто с вами не занимается, на тех, кто не стал вашим клиентом. Нам важно, сколько людей приходят в нашу воронку и сколько людей переходят на следующий этап. Мы фокусируемся на тех, кто остается, на тех, кто доходит до регулярных занятий. И стараемся вот эти параметры повышать, чтобы как можно больше зашло, как можно больше людей увидело и как можно больше людей переходило на следующие этапы. Если мы не понимаем, что улучшить, если в целом вроде как работает и непонятно, почему люди отваливаются, в принципе на этом этапе можно остановиться, это просто нормальная рабочая воронка и вы с нее просто зарабатываете деньги. Вот такая история, если есть вопросы по этому видео, можно их задать в чат.